Эти коробки и мешки доверху наполнены теплыми вещами. Именно так теперь выглядит одна из квартир в доме 3А по улице Арцебушевской. Татьяна Мушкарова, председатель ТСЖ, рассказывает, увидела ролик, где самарцы в рамках проекта «Все для победы» передают гуманитарную помощь жителям Донбасса и российским военным. После этого Татьяна Георгиевна предложила жителям своего дома тоже поучаствовать в сборе помощи. Все дружно откликнулись. Я не ходила по квартирам, я не собирала. Просто жители приходили и приносили сами. Все сами. С таким удовольствием. Я столько наслушалась. Вы знаете, они даже со слезами на глазах передавали, чтобы все это шло им в дар, чтобы они были здоровы и чтобы берегли себя. Чисто русская душа. Это чисто русская душа. Такие вот у нас жители. Татьяна Георгиевна отмечает, что многие жители передавали средства на гуманитарную помощь действительно от всей души. Кто-то пожертвовал деньги, отложенные на новогодние праздники. Кто-то специально откладывал некоторую сумму зарплаты. Был случай, когда работники местного магазина, заметив сбор гуманитарной помощи, собрали и принесли от своего коллектива целую коробку продуктов. За месяц удалось собрать около 30 коробок со всем необходимым и более 80 тысяч рублей. После того, как ценный груз был собран, жители связались с представителями Народного фронта. Сегодня состоялась передача гуманитарной помощи от жильцов дома по улице Арцебушевская, 3А. Это пример настоящей гражданской инициативы. Я хочу поблагодарить всех жителей этого дома. Я хочу поблагодарить всех самарцев, которые принимают участие в этом проекте «Все для победы». Мы на самом деле собрали несколько сот тонн гуманитарной помощи. Хочу напомнить, что за полгода проекта по всей Российской Федерации было собрано более 3 миллиардов денег, которые пошли на закупку различных технических средств. Доставлять гуманитарную помощь, переданную неравнодушными жителями, будет волонтер-доброводец Татьяна Плотникова. Женщина с самого начала специальной военной операции организовывала сбор гуманитарной помощи и самостоятельно, садясь за руль грузовой машины, отвозила ценный груз к границе. Все, кто помогают, я думаю, они делают это от чистого сердца. И людям действительно там нужна поддержка, как и нашим солдатам, чисто моральная поддержка им нужна. Даже, может быть, не столько материально, сколько в моральном плане. И также жителям Донбасса им наша поддержка очень необходима. Они сейчас в таком тяжелом положении находятся. Количество рейсов транспорта, доставляющего груз к границе, в последние месяцы заметно выросло. Помочь жителям Донбасса и нашим солдатам может каждый желающий. Подробную информацию о местах сбора гуманитарной помощи, перечне необходимых вещей и продуктов можно узнать на сайте Народного фронта. В разделе проекта «Все для победы». Александра Гусева, Николай Епифанов. События.